В 13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю «Здравствуйте» гостю нашей студии. В гостях сегодня у нас Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Я вот так более приближенно к гражданскому языку сказала. И главный модератор интернет-портала «7 на 7» Артур, добрый день. Здравствуйте. Будем говорить полное название комиссии или пожалеем слушателей? Пожалеем, да. Пожалеем слушателей. Все равно никто не запомнит. Общественную наблюдательную комиссию мы в наших эфирах периодически упоминаем. Я думаю, слушатели знают. Это та общественная организация, которая реагирует на жалобы заключенных, которая реагирует на жалобы людей, содержащихся в каких-то временно условиях ограничения свободы. В любых местах и видов содержания. В том числе и спецприемники для административно задержанных, СИЗО, колонии, учреждения для... Центр временного содержания для иностранных граждан. И даже полицейские участки. Да, в служебной части, да. У нас тем много. Я напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать через форму анонсов на нашем сайте. Мы следим за страничкой и будем их читать, если вы их отправите. А начать я хотела бы сегодняшнюю программу все-таки с твоей оценки истории с убийством. Я беру это слово в кавычки. И последующим воскрешением, тоже возьму это слово в кавычки, журналиста российского Аркадия Бабченко в Киеве. Напомню, 29 мая поступила информация о том, что на него совершено покушение, и Бабченко умер в машине скорой помощи. Получив три пули спины. Да. И даже фотографии публиковались в интернете и в социальных сетях. А вчера выяснилось, что все это было инсценировкой правоохранительных органов Украины, которые пресекали попытку покушения на Аркадия Бабченко. Ну, разные мнения высказываются. Верю, не верю. Об этом я тебя не буду спрашивать. Я хотела бы тебя спросить, как модератора интернет-портала 7х7, о том, насколько подобные вещи снижают доверие в обществе к СМИ, во-первых, а во-вторых, снижают доверие в обществе гражданским активистам и журналистам, пишущим на гражданские темы. Потому что если Аркадий Бабченко пошел на такую инсценировку, фактически обманув в том числе и близких, и друзей, была просто масса, масса была вчера, я бы сказала, некрологов, и потом выясняется, что все это неправда. На самом деле тут очень сложно судить. Ну, то есть я, допустим, был одним из людей, который писал по этому поводу пост. Правда, я его удалил вчера, когда узнал, что все-таки это была инсценировка. Но тут нужно ставить, в первую очередь, попытаться поставить себя на его место. Если он говорит о том, что это было необходимо, то я уверен, что это было на самом деле необходимо. Вот представьте, что вы узнаете информацию о том, что вас собираются убить. Ну, в принципе, это не первый случай. То есть на самом деле заказные убийства, они так и проходят, чтобы выйти на заказчика. То есть представьте, вы находите... Ну, то есть исполнитель есть, то есть он известен. Но всегда нужно выйти на заказчика, то есть тот же исполнитель должен формально передать ему деньги, ну, точнее, заказчик должен передать исполнительные деньги по итогам и результатам. И для этого я уверен, что... Потому что, ну, взяли исполнителя, да? Но если его... Ну, даже возьмут одного исполнителя, а наимут другого. Вот в чем суть. А тут убрали заказчика, пускай даже таким способом, но я считаю, что это нормально. Тем более СМИ распространяли информацию, которая была официальной в тот момент, распространялась официальными органами Украины. То есть тут я не думаю, что доверие упадет. На самом деле в интернете сейчас и в СМИ намного есть куча другой непроверенной информации. Которая ни у кого не вызывает нареканий. Да, потому что она не такая громкая. Хорошо, учитывая конфликт, существующий между Россией и Украиной не первый год, может ли эта история быть использована каким-то образом, как инструмент давления и снижения доверия гражданским активистам, в том числе, в том числе, активистам, занимающимся тем, чем занимаетесь вы? Ну, вот представьте, вы стали меньше доверять людям? Ну, то есть и гражданским активистам. Я тоже не стал меньше доверять гражданским активистам. Это каждый решает сам. То есть кто доверял, те и дальше будут доверять, а кто не доверял, это их выбор. Собственно, это личная такая большая история. Чем общественная и какая-то формальная. То есть я не думаю, что это как-то скажется на доверие гражданским активистам. Тем более материалы, которые я публикую тот же Бабченко, они всегда перепроверены. Ну, никто, ни у кого не называли твои нареканий. Нет, на самом деле, конечно, нарекания есть, но тут тоже, мне кажется, это больше личная история, чем основанная на фактах. Хорошо, переходим к кировским темам, я бы сказала так, к деятельности общественной наблюдательной комиссии сначала. Артур, ну, наверное, стоит начать с последних каких-то ваших выездов в места лишения свободы. Я видела и на портале 7 на 7 публикуются отчеты, и на портале общественной наблюдательной комиссии ОНК 43.ру, Дефис 43.ру. Дефис 43. Не надо называть тот, который сайт без Дефиса. Мы вернемся сейчас к этому сайту, но чуть попозже. Публикуется информация. Одна из громких историй, Дани Сафаргали, заключенный из Казани, который отбывает наказание в Кирово-Чепесской и Карл-5. Так называемый татарский националист? Да. Да, я был у него позавчера, его поместили в штрафной изолятор на 7 суток ему дали за то, что он обращался, ну, формально за то, что он обращался к сотруднику НАТЫ. Он говорит о том, что на него оказывали давление, и он просто не выдержал, и уже потом начал хамить к сотруднику. УФСИН опровергает версию. УФСИН, конечно, ну, понятно, что лицо ведомства, они, разумеется, будут все опровергать, но чем закончится, непонятно. То есть, основной, ну, Сафаргали говорит о том, что его толкнули рукой. Ну, на видео видно, что он, у него, кстати, острая форма танхита, он много кашляет, и он кашлял в сторону сотрудника, приближался к нему, а сотрудник выставляет на него, ну, примерно, ну, выставляет руку и при этом, как бы, задевает его, практически толкает. Сегодня, кстати, его вывезли в лечебно-исправительное учреждение, в ЛЮ-12, там же, которое находится в Кирове. Ну, начнем с того, что ИК-5 – это колония для бывших сотрудников полиции. Это колония общего режима. Это колония общего режима, но где отбывают, да. Где содержатся заключенные, обвеленные в не очень тяжких преступлениях. Не очень тяжких преступлениях, которые когда-либо работали в правоохранительных органах, либо служили во внутренних войсках. Сафаргали, кстати, тоже служил, ну, точнее, работал в уголовном розыске одно время, сказал, что ушел оттуда, не смог долго работать, потому что тяжело в плане моральном давить на подозреваемых. Так, то есть сегодня его в больнице. Сегодня его в больницу, это, в принципе, этап был заранее. То есть единственное, что он опасается, что в больницу его вывезли как раз, чтобы шум утих, СК-5 связанный. И в ЛЮ-12, он его продержит в карантине, могут продержать долго в карантине, толком не обследовать и вернуть обратно, когда шум утихнет. Претензии общественной наблюдательной комиссии к помещению заключенного в изолятор, они чем вызваны? Ну, формально есть видео, где он обратился на «ты», обращение на «ты» — это нарушение правил внутреннего распорядка, формально это... Ну, на самом деле, нарушение есть, оно зафиксировано на видеокамеру, и тут, как таковых, претензий нет. Так. Единственное, что это достаточно строго. Почему тогда история вызвала внимание ваше? История вызвала внимание, потому что Сфаргали говорит о том, что его неоднократно до этого, ну, не оказывали давление, то есть дали две полосы, то есть поставили на правучет по двум мотивам. Первое — это то, что он склонен к побегу, он говорит о том, что никогда не высказывал даже никому подобных мнений. Проверить эту информацию невозможно, потому что... Ну, они говорят, что как? Это у нас была оперативная информация. А что такое оперативная информация? Доступ к ней ограничен. То есть мы не имеем доступа к ней. Поэтому какая у них там была информация, в связи с чем дали полосу, это что профучетом, непонятно. А второе — это то, что, якобы, их находясь в СИЗО в Татарстане, он распространял экстремистскую литературу. Хотя любая литература, которая поступает в СИЗО, она досматривается. Даже включая уголовные кодексы, их пролистывают, смотрят, нет ли там каких-либо вставок, там еще что-то. То есть на самом деле, это кодексы. То есть она, в принципе, попасть туда не могла. А если она попала, то нужно штрафовать сотрудников, которые плохо относились к недолжностным обязанностям. Эта история с претензиями, я так их назову, к заключенному, она ему чем грозит? То есть вы вот в эту историю вмешиваетесь зачем, чтобы помочь человеку добиться чего? Сейчас на самом деле все намного серьезней, потому что в Кировской области, как я рассказывал в одном из предыдущих эфиров, часто стали привлекать к ответственности за дачу ложных показаний. по 306-й статье Уголовного кодекса. Сторону Сафаргали, как бы, тоже сейчас планируют это сделать. То есть есть подозрение, что он выйдет, ну, ему дали три года, то есть ему осталось, он должен выйти на свободу в октябре следующего года. Но ему могут продлить срок, добавив лишнюю статью. Закривиды? Да, якобы закривиды. В отношении сотрудников исправительного учреждения? Да. Что якобы его не толкали, ну, то есть, говорить, что он сообщил ложное сведение о том, что его толкнули. А воссоедневаться все может быть по-разному следственным комитетам. Вот сотрудник, ну, представляете, я вот, например, иду на вас, да, сотрудник вставляет вот так вот руку, ну, вот так вот руку. Вперед, вперед показывает. Да, вперед руку. И, соответственно, задевает его. Считать это толчком или не считать? То есть, как следственный комитет отнесется к этой информации? Непонятно. Трактовать можно по-разному. Да, то есть, можно сказать, что да, ну, потому что вот выставил руку. Вчера мы с Ириной Колчиной, это начальник пресс-службы УФСИН России по Кировской области, как раз обсуждали это. Она настояла на том, чтобы убрать слово. Толкали из материала. Ну, я писал более подробно, что вот именно выставил руку за девса Фрагали. Из материала на сайте УНК? Да. Ну, из материала на сайте 7.7. Ага. Даже такие вещи вы обсуждаете? Да, вчера позвонила, но она позвонила, специально попросила, что вот, там, я специально смотрела видео, да никто его не толкал, там. И УФСИН как бы ведет к тому, чтобы все-таки возбудить дело. Это очень опасно. Как часто возникают претензии УФСИН к материалам 7 на 7? Я новостями... Публикующимся по итогам посещения членами УНК исправительных учреждений Кировской области. Это, конечно, лучше спрашивать непосредственно у журналистов 7 на 7, потому что я за журналистские материалы не отвечаю, я отвечаю за все, что публикуется в благосфере. То есть посты авторов, в том числе юридические риски. Ну, не часто. Это первый случай. Хорошо. Еще одна последняя, такая вот недавняя история. Посты выложены вами же. Бесчеловечное обращение с задержанными в городе Котельнич. Продолжение. Я так понимаю, что это, ну, такой, не знаю, там, шлейф материала от марта, кажется, этого года. Посещение членами УНК. Ну, напомню, давайте я расскажу ситуацию. Мы приезжаем к Котельнич около 10 утра. Там находятся в камерах два человека. То есть в одной камере находится молодой человек, лет 25, наверное, и пожилая женщина. Камеры чего? Камеры дежурной части. То есть, ну, по сути, там они клетки. Просто клетки. Он же в народе обезьянник. По закону называется специальное помещение для содержания содержанных. Приходим, то есть. И там находится пожилая женщина с палочкой. Мы ее спрашиваем, за что вас задержали? Она говорит о том, что за мелкое хищение украла из магазина продукт. Дорогой? Ну, то есть, там неважно. То есть, даже если жвачку украсть и поймают, то это может грозить 15-ю сутками ареста. То есть, если до 2000 рублей. Если с 2000, то уже уголовная ответственность. Тогда помещают в УВС. Вот она, ну, спрашивая, вас кормили? Когда задержали? То есть, она говорит, что задержали накануне вечером себе, около 6-7 часов. Спрашиваем, кормили? Она говорит, нет. Мы спрашиваем у сотрудников, почему? Они объясняют, что ну, мы еду заказываем раз там в день на то количество, которое у нас находится в данный момент. А ее привезли позже? Ну, да. То есть, мы заказываем по утрам, потом еду привозят в обед. То есть, если у нас кто-то есть, да, они их кормим. А если кто-то приезжает позже, мы их не кормим. Что, в принципе, а по идее, задержанные на 40 более 3-х часов должны обеспечиваться горячим питанием. По закону. И это право было нарушено, это подтвердила прокуратура. То есть, было внесено представление. А что теперь грозит? Учреждению? Как-то, ну, на самом деле, ничего не грозит. Вот если они не выполнят представление, вот тогда это будет уже ответственность. А как можно выполнить представление? Они должны будут заказывать еду дважды в сутки? Ну, по идее, они должны заказывать трижды в сутки. Это было бы логично, потому что все-таки люди едят три раза в день, а не два. Соответственно, только в других отделах есть практика, что на самом деле, ну, вот у нас даже в Кирове. А, то есть, это исключительный случай такой, да? Да, потому что у нас вот в Кирове, например, завтраки заказывают в 6 утра. То есть, на то, ну, их потом привозят. Так что в этом, как бы, проблемы таковой нету, заказывать еду. Ну, а что такое отдел в котельниче? Вот эта камера, клетка, в ней узкая скамейка, которая по ширине 30 сантиметров, на которой спать невозможно. В 2007 году я сам провел на подобной скамейке ночь, уверяю, что это просто ужасно. Это даже на боку лежать неудобно. Но больше меня волновали то причины, по которым задержали вот эту вот пожилую женщину. То есть, представьте, она не скрывалась, она приехала, ну, то есть, ее приехали за ней домой, и именно вечером. Мы могли точно так же приехать утром и отвезти с утра в суд. Забрали на ночь. Да, забрали на ночь, просто чтобы она просидела в клетке. Причем женщина не бомж, да, то есть, обычный пожилой человек с пропиской. Сейчас вернемся к этой истории в студии нашей Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, главный модератор интернет-портала 7 на 7. Продолжаем разговор с Артуром Абашевым. Мы остановились на случай в Котельниче, где на ночь за решетку в обезьянник, да? Да, ну да, в народе. Была помещена пожилая женщина за незначительную кражу из магазина. Хотя могли бы, конечно, ее оставить дома. Да, конечно, она не скрывалась, ну, то есть, не было никаких оснований, тем более суд ей потом дал всего лишь штраф. То есть, ей не давали арестам. Понятно. То есть, эта история для нее закончилась, можно сказать, благополучно, кроме вот этой вот ночи, проведенной за решетку. Ну, если считать ночь, проведенную в клетке, ну, будем говорить, что это клетка, да, потому что нормальные камеры, они имеют места для сна, то есть, там, примерно полочка хотя бы 70 сантиметров шириной, на которой можно хотя бы лежать, да. Как в поезде. Прокуратура прислушалась к вашему мнению требованиям общественной наблюдательной комиссии, вынесла представление руководителям вот этого вот места содержания административно-затежных. Хочу отметить, что это было уже второе представление прокуратуры, потому что предыдущее было как раз прошлое посещение наше. То есть, там именно... Там были устранены недочеты? Частично. То есть, в одной камере они, допустим, сделали приточно-вытяжную вентиляцию, но в другой не сделали. Так, теперь будет делаться во второй камере вентиляция. Ну, вот, например, как вот было... Ну, вот, например, возьмем, вот, к примеру, ИВС, точнее, в дежурную часть в Кирсе, да? Или Кирсе. Не знаю, как правильно. Там как сделали? То есть, там просто, ну, так же представление прокуратура вынесла, и с тех пор они просто не помещают никого в камеры. Потому что зачем? Ну, город, ну, то есть, населенный пункт небольшой. Все, как бы, известно, где живут, где находятся, поэтому зачем их держать в клетках? А если сбежит? Куда можно сбежать? Ну, за административное правонарушение, то есть, это же не преступники, как такое, то есть, просто люди там, ну, шел пьяный, да, то есть, его там поймали, задержали, по 20-21 КУАП за появление в общественном месте в интриозном состоянии составили протокол, притом отвезли домой и отпустили его там же. Заобязали явиться в суд на следующий день. Намного проще такой вариант. Многие даже, ну, начальники, вот, дежурных отделов полиции говорят о том, что у нас здесь не вытрезвитель, мы специально не задерживаем таких, ну, точнее, мы составляем протокол, отпускаем домой, потому что зачем они нам здесь? Ну, возиться, конечно, с бывшим человеком, да, и потом это... С бывшим, варить его в туалет, заказывать еду. А если, не дай бог, еще что-то случится с ним по состоянию здоровья, да? Да, конечно, перед тем, как примечать пьяного, то есть, он должен пройти экспертизу, так что тоже очень много проблем, поэтому они говорят, что мы не возимся, мы не хотим превращать отдел, ну, то есть, опять же, это и запах, и они обсылаются, и некоторые... Ну, в Котиночье другая немножко история. Да, то есть, там... Ну, в Котиночье побольше все-таки населенный. Ну, в Котиночье, конечно, побольше населенный пункт, но кто-то... Я не уверен, что кто-то будет там долго скрываться, три месяца от суда, от сотрудников полиции. То есть, добиться хотите именно этого? Да, тем более, что административный арест – это крайняя мера. То есть, когда имеются основания, что человек там скроется куда-то. Ну, вот если, допустим, ехал пьяный водитель, да, без прав, из другого города, то, конечно, его там можно задержать, потому что он уедет, скроется, его не найти потом. Если человек живет в Котиночье, у него есть место регистрации, установленное, то никаких вопросов тут не должно быть. Ширину койка они обязаны будут изменить? Ширину койка, конечно, обязаны. Потому что они сейчас постепенно меняются. Вот недавно у нас на Авиацке сделали широкие скамейки. Но на самом деле, это же вопрос от четырех досок. Ну, четыре доски, две по ширине и две сбоку прибить. То есть, ничего сложного, в принципе, нет. Расходы тоже копеечные по сравнению с капитальным ремонтом. Просто надо, чтобы... То есть, это не миллионы нужны, да. Это два руки дошли. То есть, там, на три камеры сделать вот эти вот... В каждой камере прибить по четыре доски. Никаких сложностей, как таковых, нет. Тем более, Котельничье, это не маленький город, в котором нет денег на четыре доски. Насколько часто прокуратура прислушивается к вашим жалобам? Практически всегда. Ну, то есть, я не помню, чтобы хоть раз... Ну, то есть, именно что касается условий содержания, то мы всегда обоснов... Ну, я пишу всегда обоснованные жалобы, и прокуратура проводит проверку и выносит представление всегда. То есть, я не помню, чтобы по условиям содержания хоть раз прокуратура отказала. А кто отслеживает исполнение представления прокуратуры? Ну, прокуратура, во-первых, сама отслеживает, то есть, меры реагирования, потому что начальники потом отчитываются, какие меры были им приняты для выполнения представления прокуратуры. Ну, и я, когда приезжаю в следующий раз, я смотрю, я спрашиваю, что было сделано, почему не сделано, когда будет сделанным. Это каким-то образом регламентирован вот этот вот временной промежуток между вынесением представления прокуратуры и вашим следующим визитом? Нет. Ну, то есть, у нас, когда есть время, то есть, я тогда и езжу. Ну, проходит обычно месяц, два, три, год. Ну, месяц, два, три, когда, как, по-разному. Ну, понятно, что если там отдел, где находится, опять же, отдел. Ну, конечно, если это Котельничье, то одно дело, если это Кирс, то совсем другое. Да. Но на самом деле, в Кирсе я бываю чаще, чем в Котельничье. Понятно. Потому что там, в Верхнекамском районе находятся семь колоний, и я, соответственно, езжу в колонии, по пути заезжу я в отдел. А в Котельничье находится всего лишь одна колония, и не всегда бывает удобно туда ехать, а в одной колонии. Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии Киргской области в нашей студии. Еще немного о работе комиссии я бы хотела поговорить. Вопрос следующий у меня. Насколько я понимаю, общественная наблюдательная комиссия формируется сроком на... Три года. Три года. Действующий состав с ноября 2016 года по ноябрь следующего года. Как вам работается? Ужасно. Так. То есть надо понимать, что... Сколько человек сейчас? Сейчас в комиссии 30 человек. Я спрашиваю... В прошлом созыве было 20. Да, исходит из того, что довольно часто приходится ездить в Кирс. Я так понимаю, что не все 30 человек активны. Ну, смотрите, они приезжают, они смотрят, что... Ну, приезжают как-то на экскурсию, грубо говоря. То есть приехали, походили, там, их чаем напоили, печеньками покормили, они уехали, все хорошо, никаких замечаний нет. Так? Так что толку от того, что, ну, тот же председатель ездит, то есть на самом деле никакие проблемы осужденных не решаются. Мы сейчас к Михаилу Кузьминых, председателю общественной наблюдательной комиссии, перейдем, конечно. Вот. Вот. То есть 30 человек, активно из них работает сколько? Нет, активно человек 15, наверное. Ну, то есть половина работает? Ну, на самом деле, да, в любом регионе такая практика, что работает примерно половина из тех, кто есть. Надо понимать, что это общественная деятельность, она не оплачивается, расходы покрываются самостоятельно. То есть желающих поехать в Кирс не так много? Ну, допустим, некоторых членов ОНК возят УФСИД. Так что надо понимать со всеми вытекающими последствиями. Так, это рождает какие-то подозрения в том, что они не очень хорошо контролируют. Есть такое выражение, кто девушку кормит, кто-то ее и танцует. Не очень хорошее выражение, не нравится. Ну, вот, не нравится, но в случае с некоторыми членами ОНК так и есть. Но фамилии будем называть или не будем? Ну, я, перечислять весь список, разумеется, я думаю, нет смысла. Хорошо, я тогда сама, наверное, назову. Я предполагаю, что вот председатель общественной наблюдательной комиссии Михаила Кузьминых, которого мы с некоторого времени довольно активно упоминаем в нашей студии. Да, и не только вы, да. Многие его упоминают в последнее время в СМИ. На сайте, который он ведет, в общем-то, не скрываясь, совершенно пишет. Я смотрю, вот, визиты его в места, в места лишения свободы. Обычно он ездит в компании, ну, или как-то так, конечно, совпадает, что там представители УФСИН находятся. То есть мы можем предположить, что Михаил Кузьминых как раз один из тех людей, кто ездит, кого обеспечивает транспортом, Управление Федеральной службы исполнения. Не можем предположить, а это так и есть. Так. То есть я могу это утверждать. То есть его возит помощник начальника УФСИН по соблюдению пара человека, они вместе с ним ездят на его машине, либо на транспорте. Дмитрий Кокорин, да. Либо на транспорте УФСИН. Так что в этом плане все, в принципе, очевидно, мне кажется. Когда он приезжает посмотреть там парады на 9 мая, потом писать о том, как все прекрасно в колониях. Писать на сайте, о котором мы тоже говорили в этом эфире. У нас два сайта общественной наблюдательной комиссии. Один тот, который утвержден членами комиссии. УНК. Дефис 43.ру и второй унк 43.ру. Без дефиса. И ссылка на второй сайт ведет с сайта УФСИН. УФСИН, да. Потому что он просто написал обращение в УФСИН, сказал, что поменяйте вот на этот сайт. По инстатистике Михаила Кузьминых, председателя УНК, это было сделано. Вот, контент сайта вызывает вопросы по-прежнему. Я думаю, после того, как в нашем эфире это будет озвучено, после того, как многие СМИ, в том числе федеральные, напишут о том, что есть вопросы. Так уже написали, это вы смеяли все абсолютно, потому что просто ужас, невозможно читать. Я знаю, что собиралась рабочая группа общественной палаты Кировской области, и было принято решение направить УФСИН письмо с просьбой объяснить и оценить контент, содержащийся на сайте ONK43.ru, но продолжает публиковаться там тексты, в которых используются, например, такие слова, как идиоты. Ну, вот мне кажется, они немножко странные по отношению к людям, читателям, коллегам по работе и прочее. Я очень надеюсь, что все-таки Михаил Кузьминых наши эфиры слушает, и в эфир к нам когда-нибудь придет в некотором смысле объясниться. А вопрос мой связан со следующим. Если Михаил Кузьминых ездит по местам лишения свободы, в том числе при помощи транспорта УФСИН, остальные члены общественной наблюдательной комиссии добираются у кого как получится, то вот на 7 июня в городе Мутниинске назначено заседание общественной наблюдательной комиссии Бьерской области. Притом на 10 утра. Хочу заметить, что 7 июня это будний день. То есть назначать заседание за 200 километров от Кирова в будний день на 10 утра, это очень странно. Тем более бензин никто оплачивать не будет, по крайней мере, там членам, которых я знаю. Мы сейчас об этом заседании поговорим чуть подробнее. Артур Абашев в нашей студии, у нас небольшая реклама, и вернемся. Артур Абашев член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы в Кировской области в нашей студии, главный модератор интернет-портала 7 на 7. Мы о деятельности УНК продолжаем говорить. Первое за два года, как мы выяснили в перерыве, с момента старта работы УНК. Да, с ноября 16-го года. Собрание состоится на следующей неделе в четверг 7 июня в Мутнинске. Как говорит наш гость Артур Абашев, место выбрано не самое удачное, чего-то тем, что не соберется комиссия в полном составе. Да, то есть почему решили проводить в Мутнинске, в котором проживают 5 человек и членов УНК из 30, когда большая часть проживает в Кирове. Но в Кирове, наверное, больше половины членов УНК проживает. Да, потому что есть два человека, которые проживают в Водникамском районе, что, кстати, тоже не самое удачное для них место. Я правильно понимаю, что место проведения собрания назначает председателя УНК? Да, именно так. Повлиять каким-то образом? Невозможно. Вообще, работа комиссии строится как? Вы насколько часто друг с другом контактируете? Вы же должны как-то... В последний раз видел председателя у вас в эфире. Это было год назад. Ну, сколько, да. Это было давно? Очень давно. С тех пор я с ним не пересекался, не видел. А регламент комиссии ваша совместную деятельность каким-то образом предусматривает? Ну, когда я опрещаю УФСИ на посещениях мест колонии, я параллельно отправляю ему уведомления. Ну, председателю. Это, я так понимаю, по регламенту требуется, да? Соответственно, да, я выполняю регламент. Нет, у меня-то сейчас вопрос в другом. А больше как бы лично я с ним не пересекался, никаких собраний не проводилось. А члены общественной наблюдательной комиссии, ну, хотя бы часть их, каким-то образом где-то собирается, может быть, обсуждают какие-то проблемы, обсуждают какие-то возможные потенциально выезды куда-то? Или это все по телефону, вот в таком режиме буквально? Ну, вот те члены ОНК, с которыми я давно знаком и общаюсь, то есть я, конечно же, обсуждаю с ними выезды. Но не собираетесь. Да, а как действует Кузьминых, мне абсолютно неизвестно. То есть они скрывают обращения, которые поступают в ОНК. У меня вопрос по поводу грядущего вашего собрания. Хотелось бы понимать все-таки, во-первых, есть ли возможность у людей, которые не являются членами общественной наблюдательной комиссии, в частности журналистов, каким-то образом получить информацию о том, что там будет происходить? Потому что там от Нинск довольно далеко. Журналисты из Кирова, естественно, туда не поедут. Никто не поедет, даже члены ОНК не все поедут. А первое за два года собрания общественной наблюдательной комиссии, это, в общем-то, интересно. Хотелось бы, конечно, понять. Знать, что там будет вообще происходить и о чем они там будут говорить. Официально заявлено, что будут подводиться итоги работы ОНК за период с 6 ноября 2016 года и задачи на предстоящий период. Но это официальная тема, которая так звучит. А что будет происходить на деле, я не представляю. То есть вообще нет никакого представления, потому что там может делаться все, что угодно. Они соберутся, для кворума нужно 15 человек, они, в принципе, могут собраться и принимать любые решения, в том числе по изменению регламента. То есть если мы предположим, что какую-то часть членов комиссии доставят в Имутнинск, да, кто-то доберется сам, плюс 5 человек живут в Имутнинске и смогут подойти. Да, то, соответственно, они могут вносить любые поправки в регламент. Ого. Ну, то есть, на самом деле, и потом это приводит к тому, что по закону-то по федеральному мы можем посещать, и через суд приходится отдавать в суд по факту недопуска и обжаловать в судебном порядке. Это занимает время? Это очень много времени занимает, тем более с учетом того, какое количество мест на содержание я сам посещаю, это около 10 в месяц, по каждому судиться это будет достаточно сложно. Ну, я так понимаю, что ведь актуальность темы может пропасть? Да, конечно, потому что представьте, человек, который отголодает, да, то есть, даже те же самые синяки посмотреть, да, у человека, который говорит о том, что его избили, нужно делать это оперативно. Вопрос поступает нам на сайт, спрашивают вас, Артур, как поднятие и повышение цены на бензин скажется на поездках членов ОНК по колонии? Я думаю, особо никак. Вы не сократите число поездок? Нет, число поездок мы точно не сократим. То есть, во-первых, у нас есть президентский грант, за счет которого до августа этого года уже второй или третий, который мы выиграли, общественная организация выиграла, и он поддерживает, как раз оплачивает транспортные расходы. То есть, в этом плане сильно не скажется. Я правильно понимаю, что Михаил Кузьминых средствами этого гранта не пользуется, раз он есть социал? Он принципиально не пользуется, хотя на первом заседании мы рассказывали про этот грант, говорили о том, что любой может воспользоваться, обратиться, никаких проблем в этом нет. Главное, предоставьте нам потом финансовую отчетность за потраченные деньги. Конфликт, который существует между одной частью членов ОНК и другой частью членов ОНК, в этой студии мы разбирали, в том числе с участием общественников наших кировских. Вот у многих возникает вопрос. Собственно говоря, ОНК это такая, ну, в некотором смысле саморегулирующая организация, да? Да, но это даже не организация, потому что у нее нет статуса ее лица. Но вот возникла конфликтная ситуация. Первое, что приходит на ум, вам надо всем вместе собраться и все-таки выяснить, что происходит и как действовать дальше. Ну, принять какие-то решения, вот, общим вашим составом в 30 человек. Мы выяснили сейчас, что это довольно сложно, потому что разбросаны члены ОНК по Кировской области, но можно же какое-то заочное голосование устроить, еще что-то. Вам, как кажется... По какому именно вопросу устроить заочное голосование? Не, ну вообще мне кажется, что существование сайта ОНК 43.ру в некотором смысле дискредитирует общественный контроль. Я очень жду официального ответа УФСИН на запрос общественной палаты, да? Ну, потому что употребление слов «идиоты» и еще более плёстки по отношению к коллегам, это неправильно. Это не только неправильно, но это еще и нарушает кодекс этики членов ОНК, при том, что это является основанием для исключения членов ОНК и состава комиссии. Ну вот, и я бы хотела очень, чтобы все ОНК собрались и капитации не пытались. Это либо пенсионеры УФСИН, либо люди, которые от них зависят. То есть у кого-то бизнес в колониях, надо понимать, что вывозят дерево, ну, и, соответственно, либо вот образовательные учреждения, например, которые получают АТК-6, ну, куча материалов, те же самые, ремонт, да, строительные. И они просто зависимы от них. И они, ну, эти люди, которых большинство, они не будут принимать такого решения. А УФСИН? Ну, вот ваш правильный. А УФСИН формально он никак не связан с ОНК. Нет, он никак не связан с ОНК, но оценку-то все-таки материалом, который публикуется на сайте, ссылка на который ведется. Вы, не должны они давать разве? Формально не должны, ну, с точки зрения закона. Какая интересная история. Да, увы, все печально в этом плане. Хорошо, возвращаясь к заседанию 7 июня, который будет, все-таки какую-то информацию мы оттуда сможем получить? Артур, ваши коллеги, ну, вот с кем вы контактируете, кто-то будет там на заседании? А видеосъемка там разрешена? Формально, да, разрешено, это открытое заседание, поэтому никаких проблем с видеосъемкой не должно быть. Я очень надеюсь на то, что мы получим все-таки видеозапись, но и я все-таки надеюсь, что регламент не будет меняться, что это будет действительно подведение итогов и определение каких-то планов на будущее. Еще одна тема, которую хотела с вами обсудить, коротенькая тема на самом деле, УФСИН России в лице заместителя руководителя не исключает по-прежнему, несмотря на то, что разные версии называются в последние несколько недель, того, что бывший губернатор Кировской области Никита Белых будет отбывать наказание в Кировской области по месту прописки. Ну, называется так же и Московская область, ранее там называли Брянск, Тулу, Иркутскую область. Ну, если мы возьмем уголовно-исполнительный кодекс, то осужденный должен отбывать наказание по месту совершения преступления, либо по месту прописки. То есть Кировская область не исключена? Если учесть, что в Москве нет своих колоний, там находится только 4-й сезона на территории Москвы, то логично предположить, что он может отбывать наказание в Кировской области. Я, в основном, человек, который вхож в исправительное учреждение, хотела бы спросить, вот такие вещи и, скажем так, поступление подобного статуса заключенного, они каким-то образом внешним глазом заметны? Можно как-то об этом узнать заранее, да или нет? Понятно, что официально никто не будет сообщать, куда Белых этапируют в тот момент, когда только начнется. Ну, конечно, потому что это, во-первых, опасно с точки зрения побегов, поэтому конвои все держатся в секрете. То есть даже сотрудники колонии, например, не знают, кто к ним когда приедет. То есть им привезли все, вот документы, вот вам осужденный. То есть до этого никто не знает, только конвойная служба, она держит все в секрете. То есть никаких специальных подготовительных мероприятий в кировских колониях, даже если сюда будут этапировать Никиту Белых, не проводится? Не должно проводиться, ну, вряд ли будет проводиться. И информации никакой получить невозможно? Увы. Я так понимаю, что вот буквально, может быть, остается там неделя, две или три до того момента, когда мы можем узнать все-таки, куда отправят Никиту Белых? Ну, куда отправят, тогда узнаем. Я думаю, ну, как бы смысла большого нет. Куда бы ни отправили, ну, все равно будет. Тюрьма есть тюрьма. Поэтому небольшая разница, в каком регионе он будет сидеть. На самом деле это большая разница, потому что если это Кировская область, у нас здесь есть УНК. Ну да. В Красноярском крае есть колонии, до которых можно добраться только на вертолете. Ну, если в плохую погоду, ну, когда дороги размыты. Но я все-таки надеюсь, что это будет поближе, чем Красноярский край. И какую-то информацию мы будем получать, в том числе и от ваших артур-коллег. Ну, это было бы здорово, если бы вы отправились сюда. Наблюдательные комиссии. Я вот не уверена, что это для него было бы здорово. Вряд ли это психологически хорошо быть заключенным в той области, где ты еще недавно был губернатором. Знаете, психологически вообще тяжело быть заключенным, поэтому... Как бы говорить... Я поверю на слово. Вот, например, недавно был тоже у Александра Плотникова, по-моему, да? У Александра, ну, который как разговаривал ГИБДД Кировской области. Находится он в первом СИЗО сейчас, сидит в спецблоке. И, ну, по крайней мере, у него хотя бы уже позитивное настроение. Он все-таки верит, что его оправдают. Потому что вот первые дни, когда он только был помещен в УВС, он был в очень подавленном состоянии. Давайте напомним, кто такой Александр Плотников. Ну, бывший начальник ГИБДД Кировской области, который по делу с КАМАЗами, да. Артур Абашев, член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. И главный модератор интернет-портала 7 на 7 был в нашей студии. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok